В бельгийской столице сезон культурных мероприятий начинается с фестиваля комиксов. Он открылся 10 сентября и продлится целый месяц, в том числе и с соображений санитарной безопасности, чтобы не концентрировать всех посетителей в одном месте и в одно время. Поэтому выставки организованы по всему Брюсселю. В город приехали и признанные мастера девятого искусства, и новички в жанре. Мы запланировали в течение месяца комиксов более десятка выставок. Здесь, в галерее Анспах, в самом центре Брюсселя, у нас две выставки. Та, где мы сейчас, называется «Танц». Над нами вторая выставка в честь 75-летия «Счастливчика Люка». Это один из самых известных комиксов Брюсселя. Мы хотели бы, чтобы эти выставки стали настолько впечатляющими, насколько это возможно. Хотели бы представить комиксы в самом современном и актуальном свете. Почетные гости Брюсселя в этом году – художники из Южной Кореи. Там комиксы в том или ином виде рисуют уже более ста лет. Почти столько же, сколько в самой Бельгии, которая считает себя родиной этого вида искусства. Корейская выставка называется «Давайте общаться через комиксы». Авторы стараются показать как различия, так и общие черты комиксов обеих стран. Эта выставка нацелена на общение, разговор. И через комиксы это возможно, даже если мы говорим на разных языках. В комиксах разные образы, часто жестокие. Линии могут быть и толстыми, и тонкими, и карандашными. В этих историях мы можем найти самих себя, как в зеркале. Кроме собственных выставок, Брюсселя за месяц пройдет множество конференций, встреч, музыкальных представлений и мастер-классов.